Когда всаживаешь одну свинцовую пилюлю за другой в глотку ненасытного кровососа, в последнюю очередь думаешь о таких вещах, как микрополигональная виртуализированная геометрия Unreal Engine 5. Однако если мутанта можно рассмотреть в мельчайших подробностях, так что начинаешь чувствовать его зловонное дыхание, это определенно добавляет иммерсивности. Продолжение культовой игры S.T.A.L.K.E.R. поклонники ждали аж с самого апреля 2009 года. Именно тогда Сергей Григорович анонсировал сиквел. С тех пор многие успели вырасти, обзавестись животиком, кредитом и детьми, а разработчики все развлекаются. То развалят студию GSC Game World, то снова откроют батон вон нарисовали и давай сразу хвастаться. В общем, лишь 15 мая 2018 года стало понятно. Горилка с Салом кончились и протрезвевшие создатели всерьез берутся за продолжение легендарной бродилки. И как черти берутся? Уверен, пару десятков фанатов просто насмерть захлебнулись слюной при виде первых артов будущей игры. Увы, процесс создания шедевра постоянно сопровождается скандалами разной степени жопоподжигательности. И последний из них напрямую касается темы нашего канала. Все игровое сообщество ревом раненой белуги встретило сообщение о добавлении механизма блокчейн и NFT в Stalker 2. Озлобленные пользователи начали писать об отмене предзаказов, требовать запрета проекта на платформе Steam, а самые отмороженные заявили, что пожалуются маме. И давайте все-таки узнаем, чем все закончилось в итоге. Я понимаю, что постоянные зрители нашего канала умнички и все это знают, но для новеньких и тех, кто в танке, все-таки давайте разберемся в том, что такое блокчейн и NFT. Механизм распределенного хранения данных позволяет записывать и отслеживать любую информацию. От количества глистов в ваших последних анализах до числа проголосовавших на выборах и масштабных финансовых операций. Данные распределены в огромной сети компьютеров по всему миру и поэтому не могут редактироваться или подтасовываться каким-нибудь одним госрегулятором, депутатами, юристами, Гретой Тумберг и прочими негодяями. Блокчейн дословно переводится как цепь из блоков. В каждом из них хранится какая-то информация и любой пользователь может ее просмотреть, но не изменить. И это создает определенные условия прозрачности финансовых сделок. Не буду углубляться в детали и уязвимости, как и во всем остальном в блокчейне есть свои плюсы и минусы. NFT токен, в свою очередь, это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне, гарантирует оригинальность предмета и дает эксклюзивные права на него. Попытки украсть и изменить запись моментально натыкаются на несоответствие с записями в миллионах других компьютеров. Теперь обратно к сталкеру. Что же предложили разработчики? GSC GameWorld объявила о выпуске невзаимозаменяемых токенов, которым будут соответствовать предметы и мета-люги NPS из игры. Что касается предметов, то я так и не нашел информацию о том, что именно имели в виду создатели. То ли можно получить эксклюзивные права на щупальца кровососа или шерсть псевдоплоти, то ли на какой-то объект, допустим, дом быта юбилейный. Получится ли после открыть ларек в юбилейном и торговать в нем частями кровососа, тоже непонятно. Но как минимум, NFT-часть игры не должна была увеличивать мощность оружия или брони, только косметика. Это комьюнити-менеджеры отметили отдельно. По поводу NPC ребята из GameWorld высказались весьма пафосно. Они создают первого в мире мета-человека. На специальном аукционе в январе 2022 года планировалось разыграть право приехать в офис компании, пройти детальную процедуру сканирования и получить свою копию аватара внутри игры Сталкер 2. Внешность человека должна была быть органично вписанной в мир зоны. Аватар мог бы сидеть у костра, кричать про ословленную маслину или поклоняться Монолиту. Ожидалось, что вся эта NFT-порнография будет реализована при пособничестве блокчейн-маркетплейса D-Market. Были названы сроки проведения дропа в декабре 2021 года начала регистрации, в январе начало аукциона, февраль – второй пакет NFT. И пока некоторые потирали шаловливые ручонки в надежде на приличные иксы, основное игровое сообщество рвало и металло, призывая на головы Сергея Григоровича сотоварищей, ктулху, Люцифера, моего замполита и всех прочих демонов. То ли у основной массы игроков изрядно припекло головушку выжигателям мозгов, то ли наоборот, я тупой и чего-то не понимаю, но конкретной сути претензий я так и не осознал. В комментариях жуткий бред, от банальных обвинений разработчиков в жадности до криков об угрозе экологии. Складывается ощущение, что большинство хейтеров даже не понимает, что такое NFT и как все это работает. Просто ненавидят слова криптовалюта и токен. Хотя есть и такие, кто прям не по-детски сжег и оценивал ситуацию с приятной, позитивной иронией. Скорее всего, люди просто заждались выпуска игры, вложились деньгами в предзаказ, а за 4 месяца до выхода игры у них на руках оказался ролик с 4 минутами от редактированного геймплея, по которому можно судить о сильной недопиленности проекта и обещание попытаться заработать на игроках еще больше. И ведь заработать-то получилось бы. Питер Малинье, автор культовых игр Black & White и Fable, тоже запустил NFT проект. Он предложил геймерам покупать землю в еще не вышедшей игре. Через 3 дня Малинье заработал 52 миллиона долларов. К слову, это уже вторая волна гнева. Первый под пресс хейта попала игра от Ubisoft. Ролик с анонсом NFT набрал более 13 тысяч дизлайков и через некоторое время был скрыт с канала Ubisoft. Люди видят угрозу качественному игровому контенту, ведь проще нарисовать карточек и заработать миллионы, чем годами пилить проект, который еще непонятно выстрелит или нет. Всех пугает призрак надвигающиеся эпохи донатных помоек, основной целью которых будет не крутой геймплей и погружение в лор, а бритье хомячков. И здравое зерно в этих предположениях несомненно есть. Я не склонен подозревать всех во всем, но скорее всего это какой-то заговор. Однако в нашей истории игроки победили, а сталкер струсил. Поначалу на официальных ресурсах GSC Game World появились оправдания. Мол, мы много потратились, нам нужно больше денег, чтобы сделать игру еще более сногсшибательной, но. Буквально через час пост сменили картинкой с душесчипательными словами. Дорогие сталкеры, мы вас слышим. Основываясь на полученной реакции, мы приняли решение отменить все связанные с NFT активности в Сталкер 2. Интересы фанатов и игроков приоритет для нашей команды. Мы делаем игру для вашего наслаждения, какой бы ни была цена. Если вас это волнует, нас это волнует тоже. С любовью, команда GSC Game World. И в ответ разработчики получили ей еще больше фекалий. Обрадованная русскоязычная комьюнити начала злорадствовать в комментариях под новостями в СМИ. Я уже рассказывал о своем видении будущего криптоигр. Если не видели этот ролик, то вот вам ссылка, гляньте обязательно. Я верю в людей и их здравый смысл. Если крупнейшие студии слишком увлекутся выколачиванием денег из игроков, они просто перестанут быть крупнейшими, а на их место придут другие. Молодые, менее меркантильные и более идейные. Ну и к тому же, большие заработки позволят разработчикам больше вкладывать в проекты и давать еще больше крутого, разнообразного, увлекательного контента. Что касается второго сталкера, то история с блокчейном закончилась. Игроков можно поздравить. Тем, кому все эти NFT и чейны по боку смогут по-прежнему перед дорожкой на Лиманск посидеть у костра, потравить байки, рядом с серыми коробками АЭС почувствовать пробирающий до мурашек зов Монолита, вздрогнуть от рева псевдогиганта и услышать те самые слова. Ну а мы с вами, все те, кто не начинает креститься и одевать шапочку из фольги при обсуждении криптовалюты и дропов, расслабляемся. Сталкер — это гигантская толпа фанатов, миллионы поклонников. Можно совершенно точно сказать, что на NFT этой игры получилось бы отлично заработать. Однако теперь придется ждать других новостей. Вместе с тем, этот скандал лишь замедлит, но никак не остановит наступление блокчейна в геймдев. Рано или поздно новые прибыльные проекты будут создаваться не отдельными энтузиастами, а мощными гигантами отрасли с многомиллионными активами, которые станут материальным обеспечением токенов. Хотя, даже это скам. Рано или поздно. Поэтому окончательное решение принимать только вам. Подписывайтесь. Гайды по играм вы найдете где угодно. А вот толковой аналитики не хватает.